Очень важно, какова численность рынка. Рынок советского стрелиза в целом был больше этого порога окупаемости, а рынок любой из постсоветских республик значительно меньше. Сейчас, по моим оценкам, порог окупаемости для большинства видов промышленных производств на постсоветском пространстве составляет примерно 200 миллионов человек. Это значит, что ни одна из республик по отдельности не может развивать свою промышленность. Это не окупится. А производить все время старое бессмысленно. Рано или поздно это старое погибнет под напором новинок. Жизненно необходимо создание таких вот транснациональных рынков. И опять-таки, не вдаваясь в технические подробности, отмечу, что постсоветское пространство вставляет с собой достаточно однородный рынок, чтобы на нем можно было перейти выше порога окупаемости, а любые попытки заменить его экспортом в другие регионы не дадут нужного эффекта. Как раз вы, Барат, об этом и говорили, что лучше производить из сырья свои продукты, чем его продавать. То есть, допустим, если взять тоже США, большую часть продукции она потребляет на собственном рынке. То есть, если так сказать, деньги там ходят по кругу, внутри страны, и практически очень мало зависит от внешних обстоятельств. То есть, от того, что где-то хуже стало, Америке не становится плохо. То есть, вот так. А у нас, допустим, если в Европе проблемы, в России проблемы, у нас становится, понимаете. То есть, необходимо действительно замкнуть это. Конечно, да, 207 миллионов, это да, это вот общая цифра, так скажем, для этого Союза. Но, конечно, по отраслям там это, допустим, автопроизводство выгодно развивать, когда больше 50 миллионов человек. Какие-то там эти, там очень много по отраслям. Но в целом, конечно, и даже 170, которые сейчас у нас есть, и то, в принципе, нормально, особенно если аккумулировать это все. То есть, Марат, чтобы всем было понятно, речь идет о том, чтобы в Евразийском экономическом союзе мы создали такую общую отраслевую базу, где каждый из участников будет заинтересован в ее развитии, своей доле участия. Ну, я так скажу, пока это все равно немножко рано, потому что у нас разные степени и разные виды управления экономикой. То есть, у нас одно вид планирования государственного, у Белосов другое, у Россиян третий. То есть, у нас разные эти вещи. Поэтому это сложно. А вот, допустим, какие-то корпорации уже начать организовывать, то есть, транспортные, допустим, сырьевые, там, это уже идет потихонечку. Вот, допустим, последняя новость прошлого года, то есть, крупнейшая компания, да, вот Нессиса, Александра Нессиса, они купили Бакарчик, то есть, наш тоже большое предприятие, то есть, избавились от других всех активов, в смысле иностранных, то есть, у них теперь российский и казахстанский. То есть, они купили там за 600 миллионов. То есть, вот 2 миллиарда долларов вкладывает, допустим, Еврохим в производство фосфоритов. Последнее, вот, допустим, известие, там, компания Абрамовича, Евраз, собирается строить у нас там металлургический завод. То есть, потихонечку они создаются, то есть, нормальные такие. Я думаю, что мы все равно придем к каким-то общим концернам. То есть, пример этому, допустим, есть в Европейском Союзе, это, допустим, Аэрбас, да, вот, гигантский концерн, который, там, Франция, Италия, Испания там и так далее, то есть, другие эти страны, то есть, и думаю, мы также тоже войдем. То есть, несколько корпораций, белорусские, казахстанские, допустим, и российские, да, создают концерн, у каждого там доля участия, какие-то акции и домой смотрят. То есть, вот, я, если честно, думаю, что лучше, конечно, это было бы рынок удобрений. То есть, у нас есть громадные запасы фосфоритов, в Белоруссии и России это калий, в России еще за счет мощного количества газа это азотные удобрения. Все вместе мы могли бы занять достаточно большую долю рынка и комплексно выдавать, допустим, эти удобрения, продавать тому же Китаю, допустим, странам СНГ и так далее. То есть, был бы такой концерн, допустим, какой-то евразийский удобрение. В этом плане, как раз, Марат, тот опыт, который мы имеем на постсоветском пространстве, когда у нас была разнообразная промышленность в каждой из республик, мы можем этот опыт сейчас, также мы сотрудничаем в экономическом отношении, в рамках Евразийского экономического союза, использовать этот опыт, который у нас уже был? Да, мы можем, то есть, я так скажу, мы можем использовать старые производственные цепочки Советского Союза, а по форме копировать корпорации Европейского Союза. Ну, то есть, потому что мы при капитализме живем, то есть, старые производственные, накладываем форму акционерных обществ и управление, и управленческие практики европейских концернов, и получаем евразийские концерны, которые уже будут достаточно большими на рынке. И за счет этого, кстати, могут быть гораздо более выживаемые. То есть, плюс они не будут друг с другом конкурировать. Когда мы исчерпаем вот эту конкуренцию, да, то есть, мы существенно улучшим цену. Ну, допустим, вот в Узбекистан, да, в Таджикистан и Кыргызстан продаем нефтепродукты мы и Россия, да. А если бы у нас был общий концерн, мы бы установили монопольную цену, понимаете. Ну, пришлось, соответственно, мы бы не понижали друг с другом, не уставили друг с другом цена войны в войны, а поставили бы вот определенные объемы за определенный цен, ну, и никуда бы они от нас не делись бы. Ну, а еще одно основное направление для развития экономики Казахстана определялось как привлечение иностранных инвестиций. Как здесь правильно держать баланс, чтобы не вдаваться в это направление, так же, как мы на сырьевом сидели? Нет, ну, тут надо просто делать так, чтобы было существенно выровнено условия, допустим, для казахстанских и иностранных бизнесменов. То есть, то, что мы говорили, в принципе, долгое время, но это уже решается. То есть, вот сейчас они общие, более-менее выравнены. Потом Советы отечественных инвесторов в прошлом году вот уже создали. То есть, мы идем вот, плюс, соответственно, легализация, IPO. То есть, к тому, что казахстанские инвесторы будут иметь те же права, что и иностранные. Но больше все-таки, вы считаете, мы на этом этапе подошли к тому, что внутри Евразийского экономического союза надо развивать экономику? Ну, в принципе, я так скажу, в принципе, да. И плюс пользоваться, конечно, новыми возможностями, которые связаны с улучшением российско-китайского и сотрудничества и в перспективе какого-то иранско-китайского и иранско-российского. Вот так. Потому что Иран все-таки очень новый рынок, который сейчас откроется. И если мы займем на нем хорошую долю, это будет отлично. Как раз такая ситуация, Марат, что в России слабый рубль, цены на нефть тоже низкие. В Китае тоже замедление темпов экономического роста. Как в этой ситуации, вот именно в этот период пережить этот или как направить? Я так скажу, смотрите, та цена на нефть, которая идет, допустим, 95-100, это же биржевая цена фьючерсов на нефть, не самая, не реальная. То есть реальная цена, она всегда была ниже. То есть когда, допустим, 95, в реальности это было 70, то есть компания продавала. И сейчас просто вот эта спекулятивная часть, она сократилась. То есть сейчас идет 60, да, это в реальности означает, что компании пойдут, ну, может, там за 40-45-50, вот так. То есть это просто сокращение доли прибыли. С моей точки зрения, может быть, даже это хорошо. Потому что подтолкнет... Да, это именно оставляет еще достаточное количество денег в бюджете, да, и вообще как бы это в стране, да. Но с другой стороны уже подталкивает шевелиться. А то бы все равно бы все сели бы, расслабились, и опять бы ничего не делали. Да, и бы сидели бы так вечно-вечно, пока какой-то технологический рывок не привел бы вообще к мощному падению цен на нефть, которое бы было долгосрочно. Как говорил Ямане, каменный век закончился не потому, что закончились камни. Вот так. Но это характерно не только для Казахстана, это для ряда стран, которые занимают... Для всех церевых стран, в принципе, это характерно, да. Но мы стараемся все-таки. То есть наша индустриализация, она все-таки на хорошем счету. То есть если по сравнению с мировыми аналогами, более-менее мы идем все-таки. Но если о перспективах послевыборного экономического развития в Казахстане, значит, как считаете, наверное, больше усилий будет направлено на то, чтобы защитить себя от внешних факторов экономического влияния и сохранить финансово-экономическую стабильность и рост у себя внутри страны. Я...